Дома и господа, вечер добрый, вечер добрый, с вами опять Поляковский Владислав Толдаушевич и всем вам большой привет из импровизированной студии в прекрасном жилище вашего покорной услуги и я вас, дорогие друзья, дорогие мои зрители и слушатели, очень рад видеть. И эта съемка ведется в день максимально близкий к золотой осенним дням, а именно во вторую декаду октября. Собственно, непосредственно повод для этого видеоматериала – это весьма-весьма занятное воспоминание о поездке в город Одесса. Непосредственно повод для съемок этого видеоматериала – это приятное воспоминание о поездке в город Одессу в зиму 2014-2015 годов, которое состоялось сразу же после выхода в свет моей книжки под названием «Рыцари трех океанов». Ваш покорный слуга придавал этому событию в своей жизни весьма большое значение, поэтому хотелось бы похвастаться погромче. Хвастался он об этом и заявлял он об этом буквально на весь интернет. Планировал из Москвы ехать в родной город, где состоялся его радиоэфир в передаче «Круку ему за облик» – кто-то помнит, кто-то не помнит, но, собственно, в этой передаче под названием «Круку ему за облик» – в 11.00, в одно из февральских утр 2015 года, когда в Киеве вовсю-вовсю бушевал Евромейдон. Состоялся его эфир в это весьма знаковое время. И когда же те разговоры душевны с некоторыми весьма-весьма общественно активными людьми из разных городов Украины, звучало предложение. Дамы и господа, отдавайте я с презентацией этой книги, где речь шла о некоторых научных вещах, например, о провержении традиционных маршрутов плавания Колумба-на-Дивана. Давайте с результатами этой книги приеду к вам в гости и устрою ее презентацию. Из всех региональных украинских городов на это предложение отозвалась одна единственная Одесса. Одессу можно любить многое за что, и статус и репутация этого города в глазах вашего покорного слуги укрепилась после того, как он получил это приглашение. Непосредственно приглашением была причастна жительница города Одесса, журналистка и писательница Ольга Шумина и ныне живущий в Израиле политолог и журналист Юрий Леонидович Кокляревский, у которого я непосредственно в районе города под названием Аркадия на студии Одесского телевидения и записал тот самый материал, который. Итак, этот материал, он до сегодняшнего дня, где-то пребывает на просторах интернета, но, увы, 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 с годами у Юлия Леонидовича здоровье не улучшалось. И, насколько вы заметили, даже в кадре выглядит человеком весьма-весьма очищенного возраста. От своего собственного возраста никто не убежит, как известно. Хотят своей собственной судьбы, и та мысль, которая пришла в голову, это когда сейчас ваш покорный слуга работает над блоком видеопатериалов под названием «Достижение российской медицинской научной школы». Очень хочется сейчас, в 2024 году, пока еще «Золотая осень» стоит на дворе, эти лекции как-то продолжить. Для этого есть все шансы. Сейчас мы решаем некоторые технические вопросы и за помощь в других технических вопросах. Мы вам, дорогие зрители, были бы очень признательны. Одним словом, то, что у нас получилось почти 10 лет назад с Юлием Леонидовичем Котлеровским, я и представляю вашему вниманию. Сейчас Юрий Леонидович живет в Израиле. Вернется ли он на Украину в ближайшее время, это абсолютно непонятно. Кстати, мы в разговорах с ним обсудили судьбу очень многих знаменитых одесситов. Этот частный разговор состоялся после съемок. В частности, мне долго беседовали о такой известном уроженце Одессы интеллектуале Анатолий Вастерман, о таком интеллектуале за одной барде Бориса Иоскальевича Бурьема, обменялись мнениями. Я узнал о них очень много интересного. И, как мне кажется, перенос с предварительным словом почти через 10 лет после съемки этого материала, самого материала с канала Одесского телевидения на канал «Спортного искусства» с предварительным вступительным словом, сыграет в плюс многое кому, сыграет в плюс науки, сыграет в плюс горды и одессы, сыграет в плюс еще в самом Билле Леонидовичу, которому хочется пожелать счастливых долгих лет жизни. Хоть, как у меня создалось впечатление, он почти ушел с радаров. Ну, вот, собственно, так. И, дамы и господа, позвольте им пожелать приятного просмотра. Добрый вечер, дорогие одесситы! Здравствуй, Одесса! У нас уже накопились определенные предпосылки к тому, чтобы говорить, что историю пишет победитель. Мы живем в сложный период истории нашей страны. Мы живем в одном из крупных осколков, но все-таки некогда единой Российской империи. И сейчас очень много исторических спекуляций. Как было на самом деле? Еще шутят, начиная с 60-х годов, я помню такую шутку, мы живем в стране с самым непрогнозируемым прошлым. Потому что каждое следующее поколение политиков переписывает историю, причем опровергает более ранние мифы и строит новые мифы. Вот в этой ситуации сплошного исторического мифотворчества, вероятнее всего, жили и наши предки. Поэтому деформации исторического профиля достаточно много. Сейчас, когда многие люди не могут определиться не только с тем, кем быть, кем работать, как прожить до завтра, но и с тем, как относиться к нашей истории. Сейчас, когда очень много людей, которые мечутся и просят, объясните мне, пожалуйста, что же все-таки у нас происходит и как будет дальше. Мне кажется, что спрос на стройные и непротиворечивые, а может быть и новые исторические теории крайне велик. Поэтому я рад приветствовать у нас в студии Владислава Поляковского. Который является писателем, автором целого ряда монографий по истории. При этом, будучи математиком, пользуется инструментом естественно-научным. Для того, чтобы доказывать иногда неожиданные свои суждения о нашем прошлом. И тем самым дает возможность подумать о том, каким будет будущее. Здравствуйте, Владислав Тадоушевич. Очень рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, дорогие одесситы и гости города. Здравствуйте, дорогой Юрий Леонидович. Хотелось бы все-таки выяснить, что вас привело к тому, что вы стали заниматься активно историей, причем в очень неформальном виде. То есть вы стали делать вещи, которые как бы не очень приняты и не всеми одобряются. Вы стали опровергать существующие мифы исторические. Чем вызвали, наверное, и волну критики в свой адрес. С вашего позволения, все началось значительно проще. Я ознакомился с трудами Николая Александровича Морозова. И по итогам ознакомления с трудами Николая Александровича Морозова, с его восьмитомником под названием «Христос», я ни много ни мало себя, как математик по диплому, в этом увидел. Более того, мне очень сильно повезло. Я увидел некое непаханное поле для деятельности. К счастью, или не очень к счастью, не знаю, как лучше сказать. Но история была, наука, в известной степени неформализованной. И до тех пор, пока наука была историей неформализованной, она была в таком состоянии, что она как гуманитарная наука пребывает в российском поле наук. И как вообще не наука, она пребывает, к примеру, в англоязычном поле наук. Там она просто относится к такому разряду, как humanity. Это было с одной стороны. С другой стороны... То есть сборник неких мифов, да? Неких легенд. Неких рассказов. Да, то есть какой-то событийный ряд, просто так или иначе формализованный и мифологизированный. Юрий Роменович, я помню один забавный эпизод в своей средней школе, простой советско-социалистической. Когда один раз просто у бабушки спросил, бабушка, а что это за наука под названием истории? То моя бабушка, достаточно простоватая украинка, просто ответила, а это такая наука, когда всякие истории рассказывают. Все. Ни много, ни мало. Ну, в общем-то, она недалеко ушла и от того, что мы читали в учебниках по истории КПСС, истории СССР и так далее. Да, можно сказать так. Это было идеологизированное подспорье под существующим безобразием. Примерно так. То, что у меня решающим импульс, который для меня оказался определяющим фактором, это то, что я совершенно четко осознал, что то, что имеет место в средней школе, это ряд датированных мифологем. Мифологем, бог с ним, любые исторические события, они допускают обилие трактовок, они допускают обилие точек зрения. Как известно, солдат и маршал любые военные действия описывают по-разному, точнее, одни и те же военные действия, в которых они участвовали. Причем оба правы. Да, причем оба правы, со своих точек зрения. И более того, это то, что проходится на втором курсе в соответствующей науке, в соответствующей учебной дисциплине Российского государственного коммунитарного университета, где специально одни и те же события предлагаются рассмотреть с различных точек зрения. Потом последний доказательств, простите, но правы все. Дело немножко в другом. Как известно, кость любой реконструкции – это время. Такая наука, как хронология. И когда я совершенно четко осознала, что именно она, именно время является основным фактором для формирования исторического менталитета, то вот здесь началось то, что привело к тому самому импульсу, где я, как математик по диплому, на него немало себя, ну, в общем-то, увидел. И мне здесь, в общем-то, повезло. Мне повезло создать логический формализм реконструкции истории человечества. Вот это где-то с 1998-1999 года я выставил его на всеобщее осмотрение как жителей русскоязычного языкового пространства, так и на рассмотрение жителей англоязычного языкового пространства из всего мира. И мне повезло еще также в том, что я был приглашен первым из российской естественно-научной школы исследования общественных процессов, методами естественных наук, на защиту диссертации. И вот в итоге получилось то, что эта моя диссертация вышла в виде научно-популярной книги «Как возникла глобальная хронология». Вот Юрий Леонидович, такая тоненькая книжечка, самая нижняя из всех, обложечка песчаного света. Я показываю вас, зрителям, да, пожалуйста. Вот, и на обороте этой книги я совершенно четко пишу. Дамы и господа, относиться к хронологии нужно следующим образом. XIV век – это рубеж хронологической достоверности, рубеж достаточно протяженный, поскольку, естественно, мы ничего точного сказать не можем. Где-то XV век и позже мы хоть как-то, хоть какой-то хронологии можем верить, а вот к эпохам, которые в традиционной истории описаны как XIV век и более древние времена, мы просто обязаны относиться критично. Ни много ни мало я об этом писал на задней обложке книги. Теоретически это можно написать на конфетных фантиках. Теоретически. Это интересно. Скажите, пожалуйста, вот из тех исторических мифов, которые вы блестяще совершенно опровергаете, какой вам запомнился больше всего? Вы мне рассказали про историю с Колумбом. Я думаю, будет интересно телезрителям, когда вы расскажете периодизацию и вообще всю историю Колумба в своем понимании. С ваш позволения, рыцарская историко-географическая серия... Покажите, пожалуйста, картиночку. Тогда продолжайте. Извините. Рыцарская историко-географическая серия – это попытка реконструировать историю человечества с минимальным взглядом на письменные источники. Это вот тот лозунг, исходя из которого я взялся на перо. Изначальную совокупность импульсов я получил от Игоря Владимировича Давыденко, доктора геологических наук, который, с моей точки зрения, человека не очень простого, но, тем не менее, человека, который внес в пропаганду определенных взглядов достойную ленту. Именно он сказал совершенно четко, если мы достигнем такого рубежа, как мы напишем технологическую историю человечества, то мы сделаем немало. К примеру, момента возникновения человечества как биологического вида, время возникновения огня, время появления первых транспортных средств, а до этого было, естественно, появление первых избыточных продуктов. Я перескочил через несколько ступенек, потому что, на фельдшайшем, к сожалению, время эфира ограничено. Ну и в любом случае, как-то в качестве финальной цели моей историко-географической серии я попытался сформулировать и попытался изложить ряд пороложений, которые привели бы, максимально могли бы реконструировать на этот вопрос. То есть, к примеру, вопрос, где возникли транспортные средства. Ответ там, где возникли средства для их построения. Потому что для транспортных средств нужно, во-первых, материал, материал нужно как-то обработать. Материал обработать вопрос, чем? Вопрос, чем это понятно, нужны какие-то железные инструменты. Вопрос, где появляется железный инструмент, ответ там, где появляется железо. Вопрос, где появляется железо, ответ там, где появляются железные руды. Далее идет второе необходимое условие. То есть, средства для их обработки, средства для восстановления железных руд до металлического состояния. И необходимый пороговый популяционный уровень. Нужно, чтобы эта местность была не стопроцентно безлюдной. Чтобы хотя бы хоть кто-то в ней жил. Это изначально импульсы, которые получил я хочу потирнуть от Давыденко, Ну, как-то вот начал в книге. Далее я начал в книгах, сперва рыцарей Лады, первой книги серии. Потом это до эпохи Великих Географических Открытий. Далее рыцарей Трех Океанов, это эпоха Великих Географических Открытий. И третья книга серии, которая вышла совсем недавно, летом этого года, она как раз касается истории освоения России со стороны европейских колонизаторов, которые начали с того, что они начали усваивать ударно северо-восточный проход. То, что европейцы называют северо-восточный проход, мы называем северно-морской путь. Это вкратце. Что касается Христофора Колумба, мой тезис был очень простой. Финальный итоговый тезис исследовательской работы. Я исходил из тех же самых системных предпосылок, из которых исходила вся европейская цивилизация на момент эпохи Великих Географических Открытий. Всем хотелось иметь пути плавания к замечательным странам произрастания пряностей. В один прекрасный момент человечество осознало факт шарообразности Земли. И это было прекрасно. Совершенно четко пришло осознание того момента, что поскольку мы можем для достижения вот этих островов пряности, мы можем направляться как в восточном направлении, так мы можем направляться и в западном направлении. Теперь в западном направлении мы можем направляться куда? Ответ традиционной истории. Колумб пошел напролам через Атлантический океан, через южные тропические широты. И вот этот вот именно был тот тезис, который я решил подвергнуть жесткому сомнению. Почему? Потому что, простите-ка, если мы сделаем вот этот простейший шарик, если мы ниточкой от Европы до Индии, даже если на земной шарике будет не нанесена, это Америка. Чего не было во времена Бехайма, чего не было в 1486 году, когда первая модель глобуса возникла. То мы все равно, мы по-любому не придем к выводу никаких тропических широт. Мы придем к выводу, что нужно наоборот делать процент на полярных широтах. Наоборот, мы должны в обязательном порядке. Во-первых, использовать все архипелаги северной части Атлантического океана. То есть идти туда, где хоть что-то знаем. Да, идти туда, где хоть что-то знаем. И после этого, Юрий Леонидович, вообще возникла комичная ситуация. Мне говорили, вот после того, как я начертил, вот этот вот северный путь плавания Христофора Колумба и его спутник, у меня пошел всплеск массовой критики в мой адрес. Естественно. Владислав Тадырович, что вы хотите сказать? То, что те острова, которые находятся на расстоянии 200 километров от континента, открываются ближе, чем те острова, которые находятся за 1000 километров от континента. Не может такого быть, да? Нет, было другое. Простите, но мы это знаем и без вас. Я на это отвечал. Простите, но учебники истории написаны немножечко по-другому. То есть возникла несколько комичная ситуация. Ну и вот, пожалуйста, в книге «Рыцарей трех океанов», которая вот я, пользуясь случаем, в первые свободные минуты буду как бы готовить к переводу на испанский, английский. В любом случае, меня уже как-то даже дергают из англоязычных стран, не дергают Соединенных Штатов Америки. Поэтому вопрос, что я как-то максимально, более того, дергают электронные издательства, поскольку я выпустил пока только в бумажном виде. Вот я буду понемножку готовить. И вот это вот есть красная мысль. Там как раз приведено два характерных плавания. Первое плавание – это плавание, после которого все начали кричать «Ура!» Это то самое плавание, где вдоль сперва Фареры, потом Исландия, потом Гренландия, потом, естественно, Канада уже пошли на юг, потом вдоль побережья Северной Америки и так дошли до Флоридского пролива, и так измерили эту самую широту тропическую. Все закричали «Ура!», все пришли в состояние эйфории и решили возвращаться. Как не через полярные широты было лень, решили как раз вернуться через Атлантический океан. Я прошу прощения, уважаемые телезрители, телефон 737-7310 у нас в гостях Владислав Тадеушевич Поляковский со своими изысканиями в области истории, истории нашей истории, истории исторического знания о нашей планете. Неспровергатель целого ряда существующих уже как бы в нашей памяти и в сознании теории реконструкции прошлого. Поэтому всех, кого интересуют эти вопросы, вы можете звонить и напрямую дискутировать. Тем более, насколько я понимаю, дискуссии теперь создают вам не только известность, но и определенную нагрузку и специализацию. Потому что вы не могли не вызвать этим, что вы пишете, буря возмущения и неспровержения, нет? Да, к счастью, отклики были больше, чем ноль. Здесь я хочу похвалить прежде всего русскоязычных граждан Латвии, которые, во-первых, им мой тезис очень понравился. И вот на своем ресурсе imhonet.lv они организовали дискуссию. Дискуссия вызвала то ли 23, то ли 24 отзыва. То есть, чему я был очень рад, что русскоязычные граждане Латвии на целых 24 отзыва остались неравнодушны. Интересно. То есть, то, что произошло со скандалами вокруг теории Насовского и Фоменко, вы на такую статистику не претендуете? То есть, она как бы менее эпатирует сознание? Или это еще впереди? Может быть, это еще впереди. Я пытаюсь, я на них так или иначе смотрю. Это такие или иначе мои оппоненты, которые в свое время обнаружили ряд недостатков в моих работах, над которыми я, в общем-то, работал. Я все пытался с ними сотрудничать. Сотрудничество как такового оставило желать лучшим. Они предпочли остаться творческим объединением под названием «Новая хронология». Они приняли решение книговедательской деятельностью как таковой. То есть, они в каком-то смысле самодостаточны и себя так лучше чувствуют. То есть, они отбиваются от наседающих на них людей, которые принимают как бы традиционалистскую позицию, но при этом они свой подход совершенствовать или с кем-то сравнивать не очень желают. Да, они не очень желают. Они существуют сами по себе. И московский семинар под названием «Проект цивилизации» существует как раз независимо от Глеба Владимировича. Владимир Владимирович, я почему о них вспомнил? Именно потому, что они, как и вы, пользуются определенным инструментом формализации. У них есть математический инструмент как элемент доказательности их теории. В этом смысле вы как бы на одной технологической площадке существуете с ними. Это действительно так? Да, ну в известной степени можно сказать и так. Мы существуем на одной технологической площадке. Я пытаюсь проводить рассуждения на том же самом поле, но на один, но копая, говоря на языке землекопом, на одну лопату глубже. Может быть, дело еще и в том, что вы освещаете всемирную историю, а они сконцентрировались на тех фактах, которые знает вся Россия. Куликовое поле, например, битва на Калке и так далее. Оказывается, все эти битвы происходили не где-то на Дону и не Прядве, а вообще говоря, на территории теперешней Москвы. Больше того, захоронения найдены просто на территории завода Владимира Ильича, бывшего Михельсона, который. Вот там деление ранило Коплан. То есть они начали как бы притягивать и доказывать факты, которые патируют общественное мнение, собственно, россиян, что вызвало их необыкновенную популярность. Вы, насколько я понимаю, стремитесь не популярность поднять, а доказать факты, в существование которых вы просто верите и в существование которых вы убеждены. Может быть разница в этом? Потому что там не 24, там 2400 или 24000. Да, спасибо, Юрий Леонидович. И здесь можно очень долго рассуждать, проводить очень долгие рассуждения, в чем мы совпадаем, в чем мы не совпадаем. Значит, то, что касается моего логического формализма, реконструкции истории человечества, он имеет второе подзаголовочное название. Логический формализм многовариантности. Он, если так, так, совсем на пальцах, можно себе представить, как два деятельности, состоящие в двух этапах. Первый этап – это построение некой совокупности версий реконструкции, где мы допускаем абсолютно любые трактовки абсолютно любых фактов. Это первый этап. И второй этап – это когда мы эти версии реконструкции сравним между собой и сравним с оставшейся совокупностью фактов. То есть вы предлагаете два разных методологических пути познания. И предлагаете их на выбор желающим. Можете пользоваться вот таким инструментом, и тогда вот вам варианты. Можете пользоваться другим подходом, методологически другим. Вот вам варианты в нем, какие могут быть. Да. То есть вы с ними не спорите. Вы предлагаете разные площадки для осмысления, но они теоретически разные. Да, теоретически они разные. В принципе, они могут привести, приводить к неким одинаковым местам. Если можно, у нас не очень много времени, я хотел бы, чтобы вы рассказали еще о нескольких мифах, которые вы таким образом развенчиваете. Кроме мифа о Колумбии, есть еще несколько мифов, которые под вашим напором просто, можно сказать, должны рухнуть. Ну, с вашего позволения. Я сейчас в тех же самых рыцарях трех океанов. То, что мне повезло, в отличие от Колумба, по которому очень много кто проехался за 500 лет, с которые прошли с момента открытия Америки. И мне, как бы, я дерзнул, если сказать кратко, попытаться проанализировать все особенности плавания Фердинанда Магеллана, 500 лет с начала плавания которого мы будем отвечать в не очень далеком от нас, отстоящем в 2019 году. Это аж через 4 года. И вот, как мне кажется, мне удалось сформулировать точку зрения, которая подвергает очень серьезным сомнениям достоверность этих событий. А в частности, достоверность того факта, что Фердинанд Магеллан пересек Тихий океан. Именно благодаря осмыслению этого факта я хочу как-то рискнуть, организовать несколько историко-географических экспедиционных проектов. Здесь, конечно, вопрос накопится или не накопится критическая масса. Но вот один из этих экспедиционных проектов связан с Тихим океаном непосредственно, с именем Тора Хейердала, 100-летие норвежского путешествия, 100-летие празднования которого мы отмечали в прошлом году. Можно сказать, что после военной публикации, именно с 40-х годов, публикации Тора Хейердала, они во многом не просто потрясли общественность, они во многом объединили ученых мира. Интерес к вот этим дальним путешествиям, к истории Контики, к предметному доказательству, можно сказать, биографическим методам. Все это вместе потрясло население Европы и Америки во всяком случае. Эту книжку перевели на русский язык, она стала настольной для многих молодых читателей и, в общем-то, и сформировала во многом современное советское историографическое учение. Потому что Хейердал сам поехал, сам пощупал, сам сфотографировал, сам непосредственно доказал. Вот таких ходов раньше не было. Или они не афишировались. Скорее, второе. Да, я глубоко уважаю Тора Хейердала как туриста-экстремала, как инициатора плавания под названием «Плавание на Контики». И тот пункт спора у меня с ним, он очень простой. Если большие белые бородатые люди бога Тики как-то строили эти плоты, то они должны были строить эти плоты при помощи металлических инструментов. В горах Южной Америки, как известно, с металлами, с родами черных металлов, мягко говоря, не густо. Есть очень далеко от Эквадора и Перу некие залежи цветных металлов. Здесь, опять же, вопрос их доступности. Вопрос предъявления технологической готовности, это первый вопрос. Второй вопрос, который есть, это вопрос того, насколько местное население освоило технологии добычи, технологии выплавки этих ручек. То есть технологии изготовления инструментов. Вот это те моменты, те лозунги, под которыми пытаюсь поднять проект «Контики-21». С презентации этого проекта мне, к счастью, удалось выступить здесь, на Украине, в передаче «Крукуема за обри» два года назад, которую ведет известный украинский путешественник Константин Могильник. 11.30 ежедневно по воскресеньям они имеют эфир. Вот это замечательная передача. Ну вот, с вероятностью очень много процентов. Перед заездом в Москву я вернусь в Киев, в свой родной город. И там вот тоже сделал очередную запись для этой замечательной передачи. Я хотел спросить, учитывая происходящие исторические события в отношениях Украины и России, у вас общественность научная, украинская и российская, как бы в отношении ваших разработок, как-то отличаются в оценках? Где вы себя чувствуете больше принятым, как бы здесь или там? Или это пока рано сравнивать? Или это не имеет значения для вас? Я чувствую себя с большим количеством параметров, говоря на математическом языке, прописанным на территории России. И с несколько меньшим количеством параметров я себя чувствую прописанным на территории Украины. А то, что происходят массовые исторические спекуляции на одних и тех же фактах, по-разному которые истолковываются, как в Москве, так и в Киеве, как во Львове, так и в Новосибирске. То есть на самом деле есть историографические какие-то изыскания, которые подтверждают или опровергают ту или иную теорию. А сейчас такие тенденциозные изложения разных фактов, они сейчас в части, они в моде. На них есть спрос, на них есть клиент, на них есть заказчик. По обе стороны от Худара Михайловский. Как-то это отразилось на вашей деятельности или на вашем гражданском самоочущении? С вашего позволения, с моей точки зрения, большая часть прогрессивно мыслящей, как украинской, так и российской интеллигенции, она находится вне воздействия зловредного исторического поля, о котором говорите вы, Леонид Ильич. Вне. Оно прекрасно ощущает, что или, простите, украинская народная поговорка «Моя хата с краю», или русская народная поговорка «Ой, не лезьте вы ко мне с этим, пожалуйста, это не мое» и так далее. Они совершенно четко осознают, что интеллигенция в основном серьезно осознает себя вне политики. Это традиционный российский аполитизм. То есть, в принципе, всем давным-давно известно, допустим, что, как устроена парламентская политика, знает всем России. Более-менее, да. Более-менее, то есть, в частности, ряд народных депутатов, они просто представляют те или иные олигархические структуры, их обслуживают, да, безусловно. Так вот, в этой цепочке государственного дома как совокупность народных депутатов и, грубо говоря, олигархические структуры как заказчики этих народных депутатов, как, в общем-то, среды, где народные депутаты рождаются, интеллигенции в этой цепочке нет. Ну, просто нет и все. Поэтому здесь все относительно, ну, аполитизм, российская интеллигенция, он здесь выходит на первый план. Ну, а как дела с так называемой, с подачей Солженицына Александра Исаевича образованщины? Ведь очень многие люди, имеющие высшее образование и ученые степени, сегодня бросились спекулировать на происходящих событиях, интерпретировать исторические факты, идеологизировать историю. И сейчас такого рода деяний очень много, поскольку на них появился спрос, за это платят, на это можно делать карьеры. Вас это никак не коснулось или ваших коллег? Частично коснулось. Частично коснулось. Где, в России или в Украине? Коснулось в России. Значит, я очень часто могу ощутить то, что те или иные мои коллеги по цеху, они просто ориентированы на то, чтобы найти те или иные денежные массы на свои исследовательские работы, и при этом у них теряется ориентированная достоверность. И это плохо. Я могу смело сказать, это плохо. Это не плохо, это катастрофа на самом деле. Это катастрофа. Когда напишем то, за что платят. Да, когда мы пишем то, за что платят. Там ведь не только платят деньгами, там платят должностями, карьерами, учеными степенями, публикациями, связями, всякого рода карьерными соблазнами и так далее. То есть это не шуточная вещь. На самом деле идеологическая борьба, она еще имеет экономические основания. И правовой аспект там тоже присутствует. Плагиат, там всякие прочие дела. Форм мотивации хватает. Форм мотивации хватает. Это ответ на вопрос, почему, собственно, российская естественно-научная школа исследований общественных процессов не стала доминирующей. Но она хоть как-то становится на ноги, она хоть как-то формализуется. Она хоть как-то ощущает себя в роли такого младенца, который едва научился ходить. И пытается ощутить какие-то наиболее грамотные первые шаги. Владислав Стадоушевич, у нас, к сожалению, время быстро приходит к концу. Очень маленький у нас регламент для такого рода передач. Я, во-первых, хотел бы обязательно несколько передач по разным тематикам от вас услышать и с вами провести. Если это вообще технически возможно. Я понимаю, что вы находитесь в Москве, что вы ездите. Но если вы будете посещать нашу обитель, нашу дорогую Одессу, я с удовольствием бы продолжил этот разговор, потому что у вас в запасе дюжина очень интересных исторически интерпретируемых сюжетных линий, которые должны потрясать просто людей, которые привыкли жить в одном историческом бытии, а потом выясняется, что оно изложено неверно и, в принципе, может быть, даже и умышленно неверно. В этом смысле то, что вы делаете, очень важно именно для людей, которых интересует история и историзм как принцип существования. Какие ближайшие ваши работы, труды? Я понимаю, что у вас несколько направлений в перспективе. Что вы собираетесь делать в ближайшее время? Какую из отраслей истории потрясать новыми фактами, новыми способами их изложения? У меня сейчас на подходе находится книга под названием «Арфлит. Англо-русско-российский литературный детектив». Это мои некие новые попытки взгляда на русскую классику. Это все будет вертеться и все там вертится вокруг фигуры Александра Сергеевича Грибоедова, великого русского поэта-дипломата. Я буду излагать «Горе от ума. Загадки его рождения, загадки его смерти» абсолютно своей версии. Книга уже закончена. Книга скоро подается на так называемый то, что на современной языке называется краудфандинг. На классическом советском языке это называется «подписка». То есть я хочу применить вот этот пиаровский прием, потому что… Я, наверное, забегаю вперед, но я правильно понимаю, что все-таки Чацкий – это не Чайль Гарольд. Это, скорее всего, все-таки, кто у нас… Чаадаев, да? Прообраз Чацкого – это Чаадаев. Это действительно так, наш первый западник? Прообраз Чацкого – это типичный бунтарь-революционер. Я вот на этом я не зацикливаюсь. Я зацикливаюсь на многом другом. Там в творчестве Грибоедова достаточно много другого. Да, я этот факт упоминаю. Я, например, обращаю внимание о том, что, допустим, фамилия Чацкого, как персонажа пьесы, один к одному совпадает с фамилией польского просветителя, который вот жил незадолго до Грибоедова. Ушел из жизни в 1813 году. Я вынужден заканчивать передачу. Мне уже сигналит, что я забрался в чужое время. Но, тем не менее, я обязательно хотел бы историю с Чацким и с Грибоедовым услышать в этой студии в следующий ваш визит. Приглашаю вас. Спасибо. Уважаемый телезритель, у нас в гостях был Владислав Тадеушевич Поляковский, исследователь, интерпретатор истории, человек, который применяет естественно научные методы исследования к историческим событиям. Милости прошу к нам еще. Спасибо, что вы у нас были в гостях. Всего вам доброго. Спасибо. Продолжение следует...